Здравствуйте дорогие друзья. Сегодняшняя дата определяет тему урока. 15 ава это один из самых уникальных дней в году, если не самый уникальный. Никогда не было в Израиле такого великого праздника, пишет Талмуд, как 15 ава Йом-Кипур. Йом-Кипур, потому что это день искупления, день возобновления привычного ритма жизни, к которому возвращается народ после начала нового года. А день 15 ава это день восстановления связи между Творцом и людьми, который даровал народу прощение. День 15 ава это самое главное, что о нем знают, это день влюбленных. Это еврейский такой день влюбленных, но я расскажу о нем намного больше. Очень много радостных событий было в этот день. В этот день представители разных колен Израиля получили разрешение вступать в брак. Раньше этого не было, потому что закон о наследстве земли подразумевал, что земля должна быть внутри колена. В этот день прекратились раздоры все между коленами. В этот день, в 40-й год перехода по пустыне, перестали умирать люди, которые, услышав рассказ разведчиков о эрите Израиля, были приговорены, к сожалению, к тому, что умрут в пустыне. Как это происходило, кто знает, 9 ава они копали могилы и ложились в них. Кому кто вставал, кто не вставал, никто этого не знал. Представляете, такое у них так себе 9 ава. И вот на 40-й год они сложились с 9-го, ничего, 10-го. И так до 15-го пока не показалась полная луна. И так мужчины перестали умирать. В этот день аннулированы были контрольно-пропускные пункты, которые были установлены на дорогах неким царем Яровамом Бен-Наватом, который не пускал людей в Иерусалимский храм. В этот день римские власти разрешили похоронить евреев, которые погибли в Бейтаре. Это были тысячи и тысячи людей, которые не сдались и воевали до конца. Их запретили римляне хоронить. Сделали из них ограду для виноградника. И произошло чудо, ни одно тело не подверглось разложению. В этот день заканчивали заготовку дров для храмового жертвенника. Потому что с 15-го ава жара начинает спадать, и дрова уже не успевает как следует высохнуть. Что еще? Кстати, заготовка дров была священной обязанностью. Поэтому день отмечали как праздник. И наконец праздник любви. Дело в том, что как-то этот день был такого великого народного весеннего. Вот одни незамужние девушки выходили в винограднике, танцевали перед юношами. И так составлялись новые пары. Мальчики, девочки выбирали друг друга. И после этого уже была радость великая и дальше. Чтобы никого не уводить в смущение, одевались каждый в одолженную одежду. Все были в одинаково белой одежде. Нельзя было никаких украшений иметь. Потому что чтобы уравнять всех, чтобы смотрели не на материальное положение, а на саму девушку. Это праздник любви. Это был большой-большой праздник. Существуют специальные сгулот. Такие тайные знаки, связанные с 15 ава. Этот день связан с понятием пара. И в этот день надо усердно молиться о нахождении достойной пары. Работает в этот день очень сильно. У кого уже, слава богу, есть семья, надо молиться за мир и гармонию в семье. Тоже потрясающе в этот день работает. Также говорит нам Талмуд, что в этот день начинают уменьшаться дни, а ночи увеличиваться. И есть опасения, что люди из-за этого могут чуть-чуть меньше учить Тору. Поэтому принято наоборот брать на себя какое-то в этот день решение по увеличению изучения Торы. Согласно Кабалия, в этот день, 15 ава, соединяются верхние и нижние духовные миры. В этот день он благоприятен до самых важных, самых лучших начинаний, хороших. Это очень-очень сильный и важный день. И хотя он не отмечен красным цветом в календаре, надо делать его вот таким. На уровне Кабалы есть еще интересное толкование. Бнеисахар объясняет, что в иудаизме есть понятие периода сорока. Например, за сорок дней до рождения девочки выходит небесный голос и говорит, что дочь такого-то станет женой такому-то. То есть определяет ее пару. В течение сорока дней до зачатия написано, можно молиться о желаемом поле ребенка. Сорок дней это определяющее число как для зарождения человека, так и для рождения пары. Если отсчитать, сорок дней от 15 ава будет 25 июля, день рождения мира. За сорок дней до зарождения человечества, тут вот этот день, день любви, праздник любви, предопределяет пару, чтобы человек как бы определяет, кто будет его пара. Поэтому хорошо понять, что этот день уникальный тем, что мы в этот день как бы составляем пару с небесными силами, можно так сказать. То есть надо в себе пробуждать в этот день духовность. Что еще сказать об этом дне? Очень важно понять, почему называют этот день Великим. Он связан с 9 ава. Потому что в этот день были разрушены 9 ава, и очень много событий было, и оба храма, и так далее. Это была не самая низкая точка в духовной и физической истории 9 ава. Но все трагедии не бесцельны, и удары судьбы не бесцельны. После спуска начинается подъем. И так как 9 ава считается низшей точкой, после нее можем достичь, написано, огромных высот. Таким образом, 15 ава это день, когда здесь вот день самого толчка к великому подъему. Потом основное бедствие от месяца ава заключалось в том, что они должны быть преображены в радостный праздник 15-го. Все ради этого дня. Ну и шаббат, конечно. Шаббат шалом вам. В этот замечательный, потрясающий день надо... Это два дня праздника. Сначала 15-го, потом шаббат шалом. Всем самого хорошего. Брахава и Ацлаха.